специалист организации Санкт-Петербурга в государственной информации и технологии профессор Городков государственный университет Санкт-Петербурга от генетических исследований по адресам Глотов первый министрский университет имени Павлова Лариса Галецкий институт гинекологии кушевства отдел генетических исследований академик Баранов институт генебережности было исследование материалов, которые были признаны в нашу Россию материал, который был взят с пальцев со стопы и тела Марии Возраст по результатам радиоприродного анализа образцов ткани получился в 1730 году исследование элементарного состава образцов взятых из тела, пальцев, рук и ног показало, что они идентичны это исключает возможность искусственного присоединения пары из образцов ткани было выделено ДНК и приведено симплинирование зонной части ДНК было показано, что ДНК соответственно человечеству но опуляционный анализ показал, что Мария не принадлежит ни к одной современной расе ее можно рассматривать как представители одеяния расы при выделении ДНК в Расторе оказался пахучий жидкость химический анализ, который показал, что это какое-то органическое натуральное масло химический анализ показал, что все образцы представляют собой биологические ткани и волокна поверхность образцов была обработана препаратом кадмия наиболее вероятно хлорид кадмия мумии были обнаружены в пещере, закопанной в мелкодисперсный порошок анализ показал, что это кильзикур природное вещество, включающееся в виде минерала но сильно измельченное теперь позвольте по расследовательным покажем из мумий мумия ловита мумия представляет собой мумию ребенка с формированным скелетом в оперованном положении тела между левой рукой, подбородком и грудью проложена шерстяная ткань, пропитанная жиром ламы череп имеет неправильную симметричную форму скорее всего врожденная формация по зарастанию родничка, размер которого на компьютере составляет 22 на 15 мм сроки прорезывания зубов соответствуют в возрасте 1,5-2 года у ребенка имеются множественные телесные повреждения кожа с головы полностью удалена введен отрыв позвонков шейном отделе в грудном отделе разрушение тела позвонка видно переломы и отрыв ребер справа выбиты центральные резцы отсутствуют внутренние органы грудной клетки и брюшной полости в поясничном отделе имеется проникающее отверстие с характерным для того времени формой какого-то резаной раны на стопах различают 5 костей плюсно на руках имеется по 3 пальца но видны следы удаления пальца на правой кисти различимы 4 кости пяски мумия мумия человека женского пола сладкохожие видны на передней брюшной стенке и на боковой поверхности справа видно скопление разных по форме частиц муфицирующего вещества предположительный возраст Марии 35-45 лет об этом говорит неполное срастание сагитального шва а это где? угу кроме этого состояние зубочелюстной системы интересная особенность у этого черепа это лобный бугор который характерен для черепов паракаса позвоночник и позвоночные каналы имеют классическую конфигурацию отличие составляет 11 грудных позвонков 12 шерсти которые внимают младенец визуализируются зерна какого-то влага отсутствие крестцового отдела копчиков отдела полость седьмого грудного позвонка визуализируется под полость соответствующая гемангиоме в области первого поясничного позвонка имеется деструкция кости первая поясническая позвонка соответствующая меломная болезнь либо онталобия в области позвоночно-хрестцового сочленения видно два фрагмента народного тела давайте попробуем это проще потому что я не хочу ошибиться в эпидемиологическом отделе имеются два фрагмента народного тела предположительно по шкале Хаусфилда камень при осмотре в области ягодицы видна значительная по размену рваново-кушенная рана со следами между клыками целых 57 мм и ответственные похожи на следы коктей в грудной полости видна камера сердца в правильной конфигурации лёгкие грудки в грудной полости видна печень каловая масса брыжейка кишечная но почек кучевого пузыря в отличие от человека отмечается некомплектность костей пясти их всего три у Марии у Марии тоже отсутствуют или сильно редуцированные тыльные ладонные межкостные мышцы что может говорить об отсутствии движения отведения и приведения пальцев кисть Марии состоит из трех пальцев причем каждый имеет по четыре фаланги в остальном анатомия в Марии совпадает с анатомией отечественного человека примечательное строение пяточной кости она не имеет бугра в связи с этим должна была быть особенность движения в походке с опорой на пятку и кончики пальцев зубы в большинстве своем сохранены видны множественные воспаления на нижней челюсти почти полностью отсутствует маляр следующая группа это жезлина она входит в группу существ с атипичной анатомией для этой группы характерна грудная клетка с отсутствием грудины кольцевидными ребрами также для этой группы характерно уникальное строение конечностей суставов по одной кости в области предплечья и воли для представителей данного вида характерно строение черепа с расположенным большим параметматным отверстием в средней части основания черепа и квадратной формы тогда как у всех существ оно находится в задней части и имеет глубокую форму для подробного анализа в Санкт-Петербург были присланы в КТ существа получившие прозвище Жозефима мозговой отдел черепа вытянут назад в затылочной области видны несколько полостей видны выраженные надбровные дуги в латеральной которых располагается три круглых отверстия глазницы большие не глубокие 5-9 миллиметров из канала для зрительного нерва отсутствие всех пазлов может быть связано с отсутствием необходимости нагрева воздуха пазлов каких? гаймровые лобные основные решетки говорит о? синус муцеллярис говорит о? отсутствии необходимости нагрева воздуха сзади от надбровных звук появляются еще три отверстия большего диакета где? эти отверстия соединены между собой системой каналов средняя открывается в пирамиду височной кости пирамиды височной кости плотное костное образование с несколькими каналами идущими вертикально сзади это только у них есть такое с несколькими каналами идущими вертикально за ними, за пирамидой имеется крупная сферическая ямка 8 если она выполняла функцию органа слуха то у живущих на земле располагается спереди пирамиды из полости рта виден сустав обеспечивающий открывание челюсти ниже пластины нижней челюсти располагается симметричное костное образование срощенное с основанием черепа еще раз можно? ниже пластины нижней челюсти располагается симметричное костное образование по виду напоминает подъязычную кость Полость носа представляет из себя трехмиллиметровую щель, открывающуюся в полость челюсти Под глазничной и скуловой области располагаются мышцы, похожие на мимические Верхняя и нижняя челюсть представлены пластинками с ротационным движением в передней задней направлении Уникальное строение шейного отдела У всех существ, живущих на земле, есть тело, ножки, поперечные и остистые отростки Девять шейных позвонков вставляют в шейный отдел у Джозефина Верхние четыре позвонка с крупными телами С крупными телами это что означает? Такие вот, цилиндричные, цилиндричные тела, корпус Отростки и дуги в них отсутствуют Отростки и дуги Отперечные дуги По задней поверхности позвонков в борозде располагается тяжка По задней поверхности позвонков в борозде располагается тяжка За ним следует пятый двухэтажный позвонок В задней части этого позвонка располагается канал, по которому входит спинной мозг спинно-мозговой канал Ниже располагаются шестой-восьмой позвонки, имеющие замкнутую дугу Отростки Но тело не цилиндр, а горизонтальная область По передней поверхности тел шейных позвонков располагаются два нерва Они сливаются спинным мозгом в область пятого шейного позвонка У жезуфина отмечается перелом ключицы У которых они вставляют некую форму пирамиды и имеется сустав Ниже располагается пластина металл по шкале фонсюга Скорее всего, это пластина была шиной для удержания грудин Имплантат, может? Позвонки грудного отдела сохраняют правильную анатомическую форму К ним крепятся девять концевидных ребер В шестом позвонке грудного отдела виден перелом тела позвонка Видно, что с момента травмы прошло большое время Так как образовалась кость и образовался ложный сустав Десятые и одиннадцатые ребра не замкнуты длиной 3 мм Пояс верхних конечностей Пояс верхней конечности Хорошо, плечевой сустав Плечевая кость, протянутая к верхнему краю сустава За счет циоги мышцы Имеется за грудь крючковидный В форме крючка акармиальная троска А акармиальная троска это что? А акармиальная акармиальная троска В форме крючка акармиальная троска Кисть состоит из запястья Пястья и костей пальцев И стоит из трех пальцев В запястье представлено цельной костью Кости таза и дазобедренного сустава Отличаются от существующих на земле Отсутствует плотковая кость К особенностям анатомии локтевого и колебного сустава А в аппроксимальном конце Шаровидной поверхности Сам сустав представлен тканью, в которой находится несколько баллонов Скорее при сгибании При сгибании сустава Баллоны перетекали одного в другую Стопа представлена одной костью Кистальный эпифиз голени Заканчиваются костными выростами Представляющими собой пятна Кистальный эпифиз При сгибании с тканями По шкале Хаусфилда Плотность этих образований 1900-2000 единиц Что по плотности больше В вертикальной пластинке кости При изменении плотности этих образований Видна неоднородная структура Постепенно убирая ткани Мы доходим до образования вертикального Мы доходим до похожего на эмбрион Плотность Оно похоже на эмбрион В возрасте 8 лет человек Видна закладки сердечного высота Сочетки нижних и верхних конечных Среднего мозга Когда мы были в Лиме В музее археологии Кроме того, очень часто встречаются Это изображение на произведение На этом году Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Обратно Субтитров А.Семкин